Индира Нурмагамбетова в одиночку воспитывает троих несовершеннолетних детей. Сама, как сирота, с 2013 года стоит в очереди на жильё. Несколько лет назад семье Индиры предоставили временное жильё, однако, по её словам, договор аренды не был заключён. Мне выдали временное жильё в 2019 году. Договор у меня таки не составлен. Договоры тут нужны для того, чтобы я могла быть прописана там. Я уже неоднократно обращалась в Акимат к вам. Я с лета хожу. Глава региона поинтересовался у Акима города, что мешает решить вопрос. По словам Болжана Гайсы, квартира, в которой живёт Индира, не находится на балансе Акимата. Местные власти заверили, что в ближайшее время ей предоставят другое жильё. Ерика Убакиров, уроженец села Канайби, приехал по просьбе своих земляков. По словам пенсионера, сельчане хотят установить мемориальную доску с именами ветерана Великой Отечественной войны. Они даже собрали для этого необходимые средства. И если выделят для этого землю, то начнутся строительные работы. К приёму граждан в режиме онлайн был подключён Аким Зерендинского района Сен-Жик Сылыков. Он сообщил, что до 9 мая вопрос будет решён. Директор Республиканского реабилитационного центра Бурабая Сатар Абдегулов намерен обеспечить жильём жителей района. Детский санаторий Бурабая Скуркин для котельни. Мы ещё в начале лета министру написали о целесообразности в рамках развития Щёчинско-Бурабской курортной зоны земли данных объектов, простаивающих для Акимата. Там мы предполагали сами за счёт текущего ремонта жильё сделать. Но так как Акимат района нам предоставляет 1 гектар земли, у нас 30 семей нуждаются в жильё, в улучшении, в острове нуждаются. Поэтому, если нам Акимат равнозначно предоставит нам землю, там 10 для 10 семей могли бы решить жилищные вопросы. Ермек Маджипаев согласился с Акимом района и сказал, что поможет найти положительное решение проблемы. Зрина Женисбекова, Фариза Салбекова, Дархан Мужибаев, Амир Койшибаев, Кокщахпарат.